В Курской области прошел традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери Пряжевская. Торжественное богослужебное шествие выдвинулось из Горнальского Светониколаевского мужского монастыря в село Гуево. Затем крестоходцы отправились в Суджу. Среди многочисленных паломников, которые приехали из Белгорода, Воронежа, Сочи и даже Хантамансийского автономного округа, была и наша коллега Екатерина Ходюкова. Горналь – уникальный образец девственной природы. Такие живописные пейзажи были здесь и в 17 веке, во времена основания монастыря. Святой уголок остается и сейчас нетронутым цивилизацией. Главная святыня обители – чудотворная икона Божьей Матери Пряжевская. Эта икона Божьей Матери тоже прославилась и случаями многими благодатной и чудесной помощи людям. От нас требуется лишь вера, искренняя, сердечная вера, раскаяние в своих грехах. Упование на Господа Бога, желание изменить свою жизнь и горячая, усердная, сердечная молитва. С этим древним образом богомольцы ежегодно совершают крестный ход. Раньше молитвенное шествие переходило к государственной границе России и останавливалось в украинском селе Мирополье. Но сегодня мост, через который шли верующие, разрушен, тропинки заросли колючками. Но дух православия выше всех политических устремлений. Владыка Герман вместе с братьями Горнальского монастыря благословил и осенил иконой украинскую сторону. Чтобы прекратились события, которые прервали этот наш прекрасный крестный ход, который за пределы нашего государства совершался. Чтобы события эти политические Господь управил и по молитвам Матери Божией, чтобы все это умиротворилось. И мы опять смогли встретиться с нашими братьями и помолиться с ними. С 2015-го Пряжевский крестный ход поменял маршрут. Теперь паломники шествуют до Суджи. Анастасия добиралась до монастыря несколько суток из Тюменской области. Просить буду, конечно же, о своих родных, близких, чтобы помогла. Конечно, говорю, самое главное – это здоровье. Как душевное, так и телесное. Потому что очень часто сейчас о душевном здоровье забываем мы. Вот здесь, когда мы находимся в таких вот паломнических походах, мы, как говорится, исцеляем свою душу. Ольга Даниловских приехала из Калининграда, чтобы поблагодарить Пряжевскую Богородицу, которая молилась о даровании внуков. Много лет ее дочь страдала бесплодием. Поверь нашей Матери Божию, такое чудо совершила. Теперь у нее уже двое деток. Вот маленькие есть. Крестный ход начал свое величественное шествие около полудня. По раскаленной от жары трассе Гарналь-Суджа разлилась народная река богомольцев. Слезы радости и умиления блестели на глазах паломников. Крестный ход побывал в нескольких селах и завершил шествие в Судже. Здесь, в Свято-Троицком храме, икона пробудет до конца лета.